всем привет сегодня покажу как сделал мини кухню для племянницы вот такой референс я нашел и почти весь проект будет исполнен на чпу так что оставлю в описании ссылку на вектор на макет раскроя кухни материалом для нее послужил мебельный сосновый щит выбор не самый бюджетный так как один такой щит метр восемьдесят на сорок сантиметров стоит почти тысячу рублей у меня таких ушло чуть больше трех штук вы конечно можете использовать 15 миллиметровую фанеру они даже наверное будет удобнее разместить все элементы но к примеру меня в городе один такой лист полтора на полтора метра стоит около двух тысяч 700 рублей а таких будет нужно минимум два кстати такую кухню я нашел на сайте мастеров и и знаете на нем такая кухня в пересчете на наши деревянные стоит около 32 тысяч рублей однако не стоит забывать про нашу всеми любимую икею которая продает подобные кухни всего за девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей ну это и так размышлению на тему как же здорово заниматься столяркой в двадцать втором году но пока все элементы корпуса вырезается я пожелаю и открою форточку а то стало как-то душновато после нарезки и шлифовки я провел предварительную сборку ее так же как и финишную сборку я сделал на обычные желтые саморезы меня это если что вообще не смущает пишите в комментариях она чтобы вы произвели и сборку ну а следующим этапом у нас идет фурнитура например круглые палочки которые пойдут на крючки под полкой как такие сделать можете посмотреть в одном из моих предыдущих роликов метод простецкий в котором вам понадобится всего лишь одна нарезная плашка по металлу далее раковина и как мне показалось проще всего ее было изготовить путем склеивания трех обручей из щита вырезанных на чпу для шлифовки раковина я воспользовался самодельным фанерным кругом с наждачкой я его делал для циркулярки но как оказалось его куда не лучше установить на токарный с помощью планшайбы и благодаря электронной регулировки оборотов можно добиться того чтобы древесина не подгорала перед покраской я сначала засверлился под петли двери у нас маленькие так что и петли я взял с диаметром чаши 25 миллиметров их будет открывать немного легче краску взял вот такую она еще осталась вот переделки моего стола единственное сначала прокатал мокрый валик по поверхности тем самым поднял ворс после высыхания зашкурил поверхность 240 наждачкой и покрыл двумя слоями краски чтобы духовой шкаф был как настоящий я купил акриловый лист в 2 миллиметра толщиной такой продается в виде подставки в офисных и канцелярских магазинов скорость надо было чуть снизить чтобы стружка не так сильно оплавлялась но она в принципе и так легко отошла еще и вырезал 5 крутилок четыре из которых будут бутафорскими а центральная 5 будет включать свет в духовке также для нее потребовался вот такой элемент дальше я думаю в принципе поймете для чего он нужен для раковины я конечно выточил кран он состоял просто из двух цилиндров склеивался кран на клей пва смешанный с древесной пылью ну и в принципе мы на финишной прямой и осталось вытащить четыре конусные ножки и я кстати не сказал ножки экран крутилки и вешалки сделаны из клёна и и и Продолжение следует... Все деревянные элементы, которые не окрашены в серый цвет, я покрыл маслом для мебели живица. Ну и последний штрих это освещение внутри духовки. Самое подходящее, что я нашел в интернете, это вот такой ночник Фотон. Он работает на батарейках и покупал его на Яндекс Маркете. Но думаю, что найти аналог на том же Алиэкспрессе будет не так уж и сложно. На задней панельке у него есть как крепление на липучках, так и на двух магнитах. Я воспользовался магнитами. Осталось установить фасады и прикрутить ограничители, чтобы они не проваливались и можно вести именинницы. Ну а на этом все. И как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok